Ольга Антонова сразу заверяет, проблемы с учебниками бывают в начале каждого учебного года и решаются постепенно. В сентябре на горячую линию департамента образования поступал лишь один звонок по этому вопросу. Оказалось, что в одну из школ города Иваново был набран один класс больше, чем планировалось по количеству классов комплектов на параллели. Соответственно, нужного количества учебников на дополнительно сформированный класс не оказалось. И в этой ситуации директор учреждения работает сейчас с другими образовательными организациями. У нас есть такая практика книга обмена и по другим школам муниципалитета на время, на временное хранение берутся учебники для того, чтобы обеспечить ребят в классе. Руководитель департамента считает, сейчас обращения родителей и педагогов больше связаны с тем, что с этого учебного года классы с 1 по 10 переходит на новые образовательные стандарты и учебники. Обновленный перечень учебной литературы рекомендован Министерством просвещения. Многие боятся работать по устаревшим учебникам, но здесь важно помнить о переходном периоде. Понимая, что невозможно ни во всей России, ни даже во всей Ивановской области обновить учебники в соответствии с новым перечнем с 1 по 10 класс в одночасье, это огромные суммы средств, которыми не располагает ни областной бюджет, ни даже с использованием дополнительных средств сделать невозможно, Министерство просвещения своими нормативными документами, своими письмами не один раз рекомендовало и дало возможность использовать учебники из прежнего перечня. Некоторые учебники из прежнего перечня можно использовать до 25-го года, какие-то даже до 26-го. Проблема в том, что сейчас они не всегда по тематическому календарю могут соответствовать рабочей программе учителя. То есть ребенок проходит первую тему, но в старом учебнике она может числиться 20-й. Это может быть не совсем удобно детям и их родителям при выполнении домашнего задания. Руководитель департамента отмечает, педагоги могут предложить электронную версию учебника, в крайнем случае распечатать нужные темы. То есть дети без учебного материала остаться вообще не могут. Но то, что проблемы с учебниками есть, мы это подтверждаем. Мы, кстати, получив такие сигналы тоже, сейчас проводим детальный мониторинг. Все-таки предметов много, учебников много, линейка учебников разных авторов. Каждая школа принимает решения, исходя из своей ситуации. Либо срочно приобретает учебники, но на это потребуется время и средства, либо обменивается ими с другими школами. Алина Марчева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».